Допустим, я боксер, как боксер, я бью ногой, соперник ловит ногу и сваливает меня вниз. Теперь покажем полностью. Как правило, в боях соперник начинает меня сразу добивать. Акцентированно, жестко и так далее. Потому что он увидел, что я упал, я нахожусь в проигрышной ситуации, так сказать. Он меня атакует. Вы здесь не проиграли. Запомните, не надо бояться, надо собраться и четко выполнить определенные действия. Здесь очень большое количество атак. И сейчас одну я вам покажу. Точнее две. Смотрим. Убью, там я, да, еще раз. Перехватываю ручку. Таз разворачиваем. Поднимаем таз вверх. Переворачиваем нашего соперника. Снова, уже здесь все, уже прием здесь, в принципе, готов. Дальше мы делаем техники, дальше дело доработать его. Сейчас важен момент перехода на это положение. И бьешь. Оп, стоп. Сразу же будет такой оверхенд в вашу голову. Соперник не думает о защите руки в этот момент. Он думает, как вас вырубить. Как вам нанести урон, как вам нанести удар. Например, ваша задача показать то, что вы открываетесь. Сделать скручивание, смещение головы в сторону. Прихватываем за руку соперника. Разворачиваем таз. И заносим таз вверх. Видите, как мой таз высоко в плечо. Опять бедра, как и в первой комбинации, плотно сжимаем. Уже ему неприятно. Он уже чувствует, что его поймали. Отсюда по динамике переворачиваем соперника на спину. И доделываем прием. Запомните, когда делаем прием на руку, большой палец смотрит вверх. Так же, как большой палец смотрел вверх, когда мы делали рычаг колена. Соперник не сможет уйти. Ну, практически. Пробуйте в парах отрабатывать из этого положения. Один делает прием, пытается сделать, а его оппонент пытается выйти. Это вам поможет в боях, закалит ваш дух и повысит вашу эффективность в поединках. Продолжение следует...